Тревожным выдалось утро 30-го мая для жителей и гостей Москвы до Подмосковья. Внезапная атака неизвестных беспилотников на московские многоэтажки началась около 4 утра. Взрывы также прогремели и в Подмосковье, в районах Одинцова, Красногорска, Новой Риги и Кунцево. Третий, третий взрыв. Третий, третий взрыв был. Журналисты российского интернет-издания «База» написали об атаке сразу 25 беспилотников. Очевидцы сообщали о не менее 32 дронах. Тем временем в российском Минобороны насчитали только 8 БПЛА. И, конечно же, сообщили, мол, все они были сбиты. При этом известно о, по крайней мере, трех попаданиях в жилые дома. Тревожно и досадно, и недоумение, как так могло случиться, что до Москвы, как говорится, долетели эти аппараты. Теперь столичные жители наконец-то поняли чувства жителей Белгородщины, которые уже не первый месяц просыпаются от взрывов. Хотя многие москвичи до сих пор считают, мол, по Белгороду пусть хоть напалмом жгут, лишь бы засадовое кольцо не прилетало. Тем временем неизвестные беспилотники атаковали не только Москву и Подмосковье, но и элитную Рублевку. Российская балерина, ярая любительница шпагатов Анастасия Волочкова выложила в своем инстаграме видео, в котором сообщила, что видела беспилотники из окна собственного особняка. При этом в утренних новостях на ночную атаку десятками неопознанных дронов отреагировали весьма своеобразно. Вместо того, чтобы сообщить людям о расположении ближайших бомбоубежищ и порядке действий в случае эвакуации, говорящие головы вяло констатировали факт атаки и быстро съехали с темы. Официальные комментарии нисколько не прояснили ситуацию для местного населения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы незначительных повреждениях и поспешил заверить, мол, жителей двух московских высоток эвакуировали и бояться якобы больше нечего. Кроме того, власти Москвы зачем-то провели показательную проверку канализационных люков российской столицы. Возможно, искали гнездо вражеских беспилотников или же рассматривают канализацию как альтернативу бомбоубежищам, которые в Москве почему-то до сих пор не оборудовали, а зря. Очень-очень зря, но об этом позже. Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил в атаке дронов на Москву и Подмосковье так называемый «киевский режим», но никаких доказательств не предоставил. Совершенно понятно, что речь идет о ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье. О каких именно центрах принятия решений шла речь, Песков не уточнил. Он также не смог подтвердить фактами так называемую эффективность ударов. Но если били действительно из Киева, получается около двух десятков беспилотников, беспрепятственно преодолели более 800 километров и никем не замечены оказались просто в небе над Москвой. Тогда почему главнокомандующий не вылез из бункера, чтобы созвать срочное внеочередное собрание Совета национальной безопасности РФ? Почему Путин не поспешил обсудить беспрецедентную массированную атаку беспилотников на святую святых российскую столицу со своими министрами? И главное, не приказал всеми способами обеспечить безопасность москвичей. Вместо этого кашляющий лысый карлик появился перед журналистами и неуверенно отчитался о работе российского ПВО. К вечеру 30 мая официальная кремлевская повестка была наконец срежиссирована, а роли розданы. Обезумевшая Скобеева влетела в эфир и захлебываясь слюной, сообщила наконец народу, куда именно летели вражеские беспилотники и какие цели атаковали. Начинаем со срочных новостей. В Москву и Подмосковье атаковали ударные дроны ВСУ. Первые сообщения о взрывах пришли из Заденцова и Красногорска. Там же был сбитый первый дрон. Видеокрушение беспилотника на ваших экранах. Соловьев же, не выходя из привычного образа, плевался ядом и засыпал обвинениями в укронацизме собственных приглашенных спикеров. Ребят, а что вы эту хреновню пишете? Вам что, нравится то, что удар идет по Москве? Ну вы еще начните укронацистам аплодировать. Что вы так радуетесь? Ах, Рублевка, а там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? Ах, Москва, а что, все москвичи на смузи и фалафельный? Что вы так радуетесь? Что вы из себя-то корежите? Или уже у нас не единая страна, не единый народ? Вам уже... Ах, вот! Вы с интонацией-то поаккуратнее. Вы так чуть-чуть в чувства придите. А то вы все больше начинаете уже на ЦПСО работать, чем на родину. При этом все российские СМИ старались распространить информацию, якобы российское ПВО самое эффективное в мире. А все атаки дронов предупреждены посредством радиоэлектронной борьбы. Это при том, что и применение РЭП в населенных пунктах не только нежелательно, но и очень опасно, предупреждают эксперты. В густонаселенных районах, в городах с многоэтажной застройкой использование РЭП попросту недопустимо, поскольку имеются определенные последствия. Что я имею в виду? Использовались дроны, имеющие в своей комплектации боевую часть, то есть взрывчатое вещество, определенные взрывчатые объекты. Это могут быть кумулятикные заряды, либо фугасные заряды. И максимально эффективно уничтожать такие объекты посредством либо ракетного, либо пушечного вооружения. То есть используются зенитно-ракетные комплексы, зенитно-ракетно-кушечные, либо пушечные комплексы. Почему? Потому что во время уничтожения этого дрона происходит детонация боевой части. И максимум, какие могут быть неприятные последствия, это падение осколков, остатков от этого дрона и самой же, конечно же, и ракеты на проезжую часть, даже если и на какие-то дома, то это минимальный ущерб на самом деле. Максимум, что может возникнуть, это пожар от возгорания. Но когда речь идет о применении РЭП, то теряется управление над дроном. Дрон полностью становится неконтролируемым. Есть системы РЭП, которые позволяют перехватить контроль над дроном и посадить его, грубо говоря. Но в большинстве случаев РЭП его не ссадит, в большинстве случаев РЭП сбивает ему координаты, и он полностью по какой-то свободной траектории летит в совершенно непредсказуемом направлении. Получается, российские системы радиоэлектронной борьбы не в состоянии приземлить беспилотник. Они пытаются его выследить и сбить. При этом полностью неконтролируемый вражеский дрон, начиненный взрывчаткой, летит в неизвестном направлении, то ли в окна москвичам, на крыше их авто, или просто им на головы. В российском Минобороны за последствия все равно отвечать не будут. Использование РЭП для противодействия неизвестным беспилотникам скорее свидетельствует о панике в рядах российских ПВОшников, а не об их эффективной подготовке, говорят эксперты. А почему применялся РЭП, к слову сказать? Он применялся как раз уже на ближних подступах к центру Москвы. И в тот момент, когда не было уверенности, похоже, у самих российских ПВОшников, что они смогут его сбить классическими средствами ЗРК и ЗРПК. И даже с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов. Поэтому они массово начали панически использовать РЭП, чтобы заглушить сигнал, чтобы подавить сигнал. А там уже на кого бог пошлет, как то, что называется. Поэтому это отвратительнейшая работа средств ПВО с полным наплевательским отношением к судьбе самих же москвичей. Поскольку то, что там не оказалось большего количества жертв, ну это исключительно чудо. Точно так же распиаренная система «Панцирь-С1», которую показательно взгромоздили на крыше жилых домов Москвы, что очень опасно и строго запрещено, далека от совершенства и часто срабатывает по цели даже хуже, чем ее советский предшественник, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». «Панцирь-С1» – это очень сырой до сих пор и очень проблематичный комплекс. Его создавали как замену советской «Тунгуски». В него вкладывали довольно-таки высокие запросы и характеристики, но он их абсолютно не оправдал целиком и полностью. Он на сегодняшний день хуже по эффективности, чем советская «Тунгуска». Размещение его на крыше обусловлено тем, что в условиях плотной застройки многоэтажной, высокоэтажной застройки, он, во-первых, очень плохо фиксирует и сопровождает цели, которые должен уничтожать, а во-вторых, у него есть высокая вероятность его зенитно-управляемых ракет, что они в таких условиях застройки могут, например, протаранить один из этажей соседнего здания, но никак не тот объект, который ему нужно уничтожить. В то время как кремлевская пропаганда наглаврет о лучшей в мире российской ПВО, Москва – столица, совершенно не защищена от атак вражеских беспилотников. От ракеты подавно? Что же тогда говорить о других городах необъятной России? Выходит, все россияне смертники, если у них нет бункера, как у Путина? К слову, российскую ПВО раскритиковал даже путинский повар Евгений Пригожин. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну! Вы являетесь министерством обороны! Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать! Какого хуя вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают! А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин, я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои жиревшие сраки, намазанные дорогими кремами! И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам! А ведь я об этом уже много раз предупреждал! Но слушать никто не хочет! И расстраиваю бюрократов! Реакция Пригожина, как лакмусовая бумажка, безошибочно определяет новые склоки между ФСБшниками и Министерством обороны РФ. Ведь именно служба безопасности крышует путинского повара, говорят эксперты. И вместо статуса опущенного обеспечивает ему статуса временно неприкасаемого. Он заявил, что этот удар дронами, да, конечно, ну, вопиющий случай и тому подобное, но сами по себе эти два дрона запускались из Московской области, из Подмосковья. То есть такое заявление кадрового офицера военной разведки российской, но оно о многом говорит о внутреннем факторе, скорее. Даже не о каких-то мифических партизанах, а именно о внутреннем факторе. Сейчас мы видим аналогичную ситуацию. ПВО не успело отреагировать. ПВО было в панике. И из-за этого что следует? Кто виноват? Кто отвечает за ПВО? Кто занимается в последние месяцы достаточно жесткой критикой и дискредитацией Шойгу и Герасимова? Пригожин. Пригожин, ЧВК, Вагнер и непосредственно его кураторы. Кураторы Пригожина – это ФСБ, Лубянка. Они являются его покровителями, которые ему дают вот этот статус неприкосновенного. Что никто не имеет права его трогать. Вопрос, кто совершил массированную атаку дронами на Москву, остается открытым. Но не стоит забывать, что кремлевским чекистам не впервой организовывать теракты, чтобы потом использовать их как повод для оправдания своих грязных дел. Например, теракт в ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади 31 августа 1990-го и последующие взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске послужили официальным поводом начать Вторую Чеченскую войну. Может, недавняя атака неизвестных дронов на москвичей – дело рук ФСБшников? Чтобы оправдать в глазах всего мира российские атаки на Киев и другие мирные города Украины, кстати, это не первая атака беспилотников на Москву, накануне парада Победобесия 9 мая, неизвестные дроны нацелились на башни Кремля, и один даже попал в цель. Тогда о следе ФСБ заговорили не только международные эксперты, но и офицеры российского ГУР, а именно пропагандист-экс-разведчик Руслан Пухов. Вот что о Пухове говорят эксперты. Он является куратором зарубежного пула экспертов пророссийских, военных пророссийских экспертов. Он их курирует, он их финансирует, и, что самое главное, он является кадровым офицером ГУ ГШВСРФ, то есть российской военной разведки. Он сделал интересное заявление в интервью Financial Times, которое решило взять у него комментарий относительно атаки на Кремль. И он заявил, что этот удар дронами, да, конечно, вопиющий случай и тому подобное, но сами по себе эти два дрона запускались из Московской области, из Подмосковья. То есть такое заявление кадрового офицера военной разведки российской, но оно о многом говорит о внутреннем факторе. Есть ли возможность у ФСБ запускать из Подмосковья беспилотники, для которых, ну давайте представим себе, что если это какая-то диверсионная группа из Украины, это нужно сотни километров пешком пройти до Московской области, а затем, это нужно же иметь с собой еще эти беспилотники все, как-то их транспортировать. Если участие украинских диверсантов маловероятно, то след российских партизан в недавней атаке беспилотников на Москву и Подмосковье отнюдь не исключается. Российский добровольческий корпус активно вербует свои ряды новых бойцов и уже имеет достаточно последователей в самых разных регионах России. Более того, бойцы РДК все чаще наведываются в приграничную Белгородскую область. А командир легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь» сообщил, что у них уже есть тысячи кандидатов на вступление в их ряды и достаточно техники, чтобы штурмовать Москву и, наконец, освободить Россию от диктаторского путинского режима. Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной. Украина отрицает какую-либо причастность к атакам, а в офисе президента Зеленского вежливо напоминают. Беспилотники можно купить в любом российском военторге. Впрочем, атака дронов на Москву может быть и карой божьей. Уж слишком много россиян радовались разрушением украинских школ, больниц и жилых домов российскими ракетами. И глумились в пабликах, обсуждая количество жертв. Как бы то ни было, по мере того, как российский добровольческий корпус начинает все активнее освобождать от путинской власти Белгородскую область, атаки неизвестными дронами на Москву выглядят очень тревожно. А масштаб опасности, в которой оказались абсолютно все россияне, уже никак не тянет на так называемую трехдневную СВО. Кто бы ни стоял за атаками на столицу России, Кремль, партизаны или бог, ясно одно – спокойная жизнь закончилась даже для москвичей, не говоря уже об остальных россиянах. И самым правильным будет прямо сейчас найти надежное бомбоубежище неподалеку, выгнать оттуда бомжей и котов и потихоньку перебираться жить из московских квартир в подвалы, потому что прилетит обязательно и неоднократно. А вот когда и куда именно, уж кому как повезет.